Домбай Зимой горнолыжные трассы Домбая привлекают любителей активного отдыха. Здесь особо популярно катание на лыжах, сноуборде и санках. С Домбайской поляны наверх есть два пути. Современный гондольный подъемник и старый маятниковый. Первый обычно предпочитают лыжники и сноубордеры. Второй – просто отдыхающие. Здесь очень красиво. Красота гор, чистый воздух. Мы сюда приехали, буквально первый день мы встали на лыжи. Вот мы катаемся. Вчера были в Архызе. Тоже очень красиво, но здесь все-таки нам нравится больше. Мы из Москвы приехали первый раз. Первый раз встали на лыжи, на сноуборд. С погодой нам повезло, так как снега много здесь. Нам очень нравится. А вы? Тоже из Москвы. Первый раз. У меня было две тренировки до поездки сюда. Но здесь, это просто не описать. Это же дух захватывает. Ты летишь. Нет, ну ты как будто звезда. Если даже в сетку летишь, не важно. Но это очень круто. Очень. Вообще дикий восторг. А вы откуда приехали? Из Волгограда. Первый раз? Раз в тридцатый. Я сюда группу вожу. Так что раз в неделю тут стабильно. Да, и что, как люди отзываются. Это самое популярное направление у нас из города. Кстати, к началу горнолыжного сезона Дамбай готовится основательно. Ведь с каждым годом число приезжающих туристов увеличивается в разы. Горнолыжный сезон стартовал на курорте Ярко. Проведение шоу параплавинистов, шоу ратраков, массовым обучением новичков горным лыжам и сноуборду. Уже закономерно в новогодний каникулярный период Дамбай принимает наибольшее количество гостей. Курорт стабильно входит в число лидеров в рейтинг самых популярных направлений для горнолыжного отдыха в России. Равно как и в этом году. Надо сказать, еще в октябре уровень бронирования жилья на наших курортах на время зимних каникул достиг 95%. Сегодня в Дамбай для туристов работает 8 канатных дорог, более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов. 12 современных горнолыжных трасс разных категорий сложности, общей протяженности более 25 километров. Дамбай славится своей невероятной красотой природой, чистым горным воздухом, интересной историей и особым кавказским радушием, с которым здесь всегда встречают гостей. Даже в связи с ограничениями по проезду на двух мостах у нас работает ГИБДД, 2-3 экипажа все время на дороге находятся. Порядка 30 человек ППС нам выделило. В этом плане никаких нарушений нет. У нас издавна и в Дамбай институт гостеприимства очень широко развит. В связи с этим от местных жителей, от жителей нашей республики никогда никаких проблем для туристов не существовало. Это исторически наш народ понимает, что мы все в прямой зависимости от туризма. Как новичкам, так и профессионалам подойдут горнолыжные трассы Дамбая. Здесь открыты маршруты разного уровня сложности и протяженности. Сезон катания длится с декабря по апрель. А желающих провести здесь новогодние каникулы очень много. Мы первый раз уже почти каждый год приезжаем. Все хорошо, очень всем нравится. С каждым годом все лучше и лучше. Как вам отдыхается в Дамбай и откуда вы приехали? Отдыхается шикарно. Вообще это просто бомбический отдых. Здесь такой воздух чистый, кристальный, цвета сочные. А какие гостеприимные люди. Просто настолько вот каждый уже как родной. Приехали из Москвы, да. Очень нравится, тут прекрасный вид. Отдых невероятный. Да, да, это невероятно. Мы здесь четыре дня. Леша, организатор, самый лучший. Основная зона катания расположена на склонах горы Мусачитара. Высота до 3200 метров над уровнем моря гарантирует качество и количество снега на трассах. А южная ориентация склонов – постоянное присутствие солнца. Спуски здесь достаточно комфортны для катания. Умеренный уклон, равномерный рельеф, просторные склоны. Трассы регулярно обрабатываются ратраками перед началом катания и, как правило, после снегопада. Общая их протяженность – 20 километров. Мы тут встретили Новый год. Приехали 12 тысяч километров. Пролетели над всей Россией и прилетели сюда погреться. Потому что у нас минус 50 там. А тут плюс почти, да. Нуль градусов. Так что, вуу, Донбай, люблю. Вууу! А вы первый раз приехали? Да. Я – да. А кто вам посоветовал сюда приехать? Ну, мы знали. Мы знали про горнолыжный курорт Донбай. Давно уже слышим. Здесь очень красиво, здесь уютно. Здесь лучшая горнолыжка в нашей стране, я думаю. Такие вот деревички малышу своему на память. Да, Донбай. Как говорится, лучший гор могут быть только горы. Да, очень прекрасный. Классно здесь, очень хорошо. Я из Астрахани, мне 11 лет. Всем привет, кто это смотрит. Потому что мы из Астрахани. Мы приехали в Донбай отдыхать после учебы на каникулах. Приехали в Донбай. И как тебе нравится здесь? Очень. Ты не получаешь впечатлениями? И первый раз ли сюда ты приехала? Первый раз. Мне очень нравится. Очень хорошо здесь отдыхать. Выбор жилья на Донбайской поляне весьма разнообразен. Отели высокого класса и небольшие уютные гостиницы с домашней атмосферой. Советские многоэтажки и частный сектор. Основная часть размещения – средней ценовой категории. Впервые приехали с Краснодара. Нам очень круто. Все нравится. Погода классная. Очень тепло. Снег есть. Все нравится. В общем, все отлично. А самое главное – очень красиво. Вы посмотрите на эти склоны. Горы. Вообще просто класс. Мы приехали из города Ставрополя. Впечатления очень хорошие. Природа. У нас там снега нет. Тепло. Здесь у вас снег. Красиво. Очень все нам нравится. Даже мы здесь уже как бы бываем постоянно. Вот друзей вывезли. Они впервые. Вот прям под впечатлением. Все круто. Да. И сервис нравится, и природа. Может быть, даже покатаются. Развлечения в Дамбайе традиционны для горнолыжного курорта. Светлое время суток – катание на санках, коньках, прогулки на снегоходах, квадроциклах и тому подобные снежные развлечения. А вечером – различные мероприятия и дискотеки. Разнообразить свой досуг на курорте можно прогулками по окрестностям. Ряд пешеходных маршрутов в Дамбайе доступен и в зимнее время. Шикарные. Круто. Очень хорошо. Что вам особенно нравится? Снег. Которого у нас нет. Очень хорошо здесь. Нам нравится. Я в феврале в прошлом году был, и сейчас решили только Дамбай. Дамбай уютный, приятный, гостеприимный. Спасибо Дамбаю. Я приехал из Москвы. Приехали на три дня. Катается прекрасно. Отличная погода. Очень рад, что нет обильных снегопадов, потому что в них кататься очень сложно. Рестораны и кафе в Дамбайе предлагают местную русскую и европейскую кухни. Кавказская кухня представлена как традиционными блюдами, так и авторскими. Кстати, на вершине Мусса-Ачитара находится самое высокогорное кафе на Кавказе. В ясную погоду оттуда открываются запоминающиеся виды на окружающие горы. Очень вкусно. Всё прекрасно. Приготовлено. Хорошо. Вкусно, правда, вкусно. Это первый раз мы пробуем. А то постоянно больше суп, картошка с мясом. В качестве сувениров из Дамбая обычно везут вязанные местными мастерицами вещи. Из овечьей шерсти, носки, светера, шарфы, шапки, шали. А также изделия из овечьих шкур. Из дорогих подарков кинжалы с резными рукоятками, а из съедобного сыры, горный чай, мёд, балхам. Самый большой рынок располагается перед гостиницей Дамбай. Что вы смотрите, приобретаете? Сувениры. Вы привезёте домой подарочки? Да. Родителям, друзьям, всей семье. А откуда вы? С Аврополя. 12 лет меня мама впервые привезла в Дамбай. И с тех пор моё сердце принадлежит этому замечательному посёлку. Я стараюсь всякую зиму сюда выбираться со своими тремя дочерми уже. Они тоже любят очень Дамбай. Ну и, конечно же, туристы вместе с массой удивительных впечатлений от прекрасного края увозят и фото на память. Площадок для съёмок и интересных идей для выбора подходящих мест в Дамбайе немало. На верхних склонах Мусе Ачитара есть необычный объект – отель в форме летающей тарелки, словно прилетевший из фантастического фильма. Надписи «Дамбай», «Выше только любовь», «Два милых яка» и много ещё различных достопримечательностей. Алла Качиева, Алибастанов. Специальный репортаж. Дамбай.